Су-27 исполнилось 1942 года как фланкер изменил военную авиацию. 22 мая 2019 года российская газета Су-27 исполнилось 1942 года как фланкер изменил военную авиацию. Источник изображения RG.ru Истребитель Су-27, который в странах НАТО называют «фланкер», совершил свой первый полет 20 мая 1977 года. Его считают советским аналогом американского F-15. Eagle-27 считался непревзойденным по маневренности на низкой скорости. Американский F-15 мог лучше маневрировать на высоких скоростях, однако фланкер компенсировал свое отставание по этому параметру тяжелым вооружением, большей дальностью полета, превосходной тягой вооруженностью и быстрым набором высоты. Советское руководство больше доверяло уже существующему на тот момент МиГ-31 и модернизированным самолетам третьего поколения, поэтому серийное производство новой машины запустили лишь в 1981 году. Су-27 должен был стать основой советского истребительного флота. Экспортировать его планировали только в Китай, да и эти планы появились незадолго до распада СССР. Зато сразу после него бывшие советские республики начали активно предлагать имевшиеся у них самолеты иностранным заказчикам, в результате чего «фланкер» был принят на вооружение более чем в 10 странах. Су-27 несет службу в Анголе, Китае, Вьетнаме, Монголии, Индонезии, Эфиопии, Эритрии и других странах. Несколько машин попали в Соединенные Штаты, где их тщательно изучили. В отличие от F-15C, сумевшего продемонстрировать свои возможности в 1982 году, когда он принес израильским ВВС несколько десятков побед без безвозвратных потерь, Су-27 не успел активно проявить себя в ходе Холодной войны. В последние десятилетия воздушные бои стали редкостью. Однако в 1999-2000 годах Су-27 ВВС Эфиопии успешно сбили несколько эритрейских МиГ-29 в ходе эфиопо-эритрейского конфликта. Это позволило продемонстрировать превосходство фланкера перед другими советскими самолетами, однако шанс бросить вызов F-15 Сушки так и не представился. Впрочем, Су-35, ставший дальнейшим развитием концепции 27-го, использовался в Сирии. Встретившись с F-22, он доказал, что может не только избегать обнаружения, но и брать на прицел американские самолеты-невидимки пятого поколения. Су-27 до сих пор несут службу ВКС России. За прошедшие годы появилось множество модификаций этого самолета. Некоторые из них, к примеру Су-27СМ-3, оснащенные современной авионикой и усовершенствованной РЛС, относят к поколению 4+. Фланкеры получили множество самых разнообразных боеприпасов, позволяющих им не только завоевывать превосходство в воздухе, но и выполнять другие задачи, к примеру, уничтожать корабли или наносить ракетные удары по наземным целям. Су-30МКИ, также созданный на основе Су-27, на сегодняшний день является основным истребителем ВВС Индии. Фланкеры его производные, такие как Су-30, Су-35, Чей-11Б, Чей-15 и Чей-16, составляют важнейшую часть воздушного флота ВВС Китая. Ключом к успеху Су-27, как пишет Military Watch, стала возможность внедрения технологий следующего поколения. На его основе были созданы Су-34 и Су-35, идущие в ногу с американскими самолетами пятого поколения. Некоторые технологии, используемые в этих самолетах, появились через несколько десятков лет после разработки самой платформы. Есть мнение, что модернизированный Су-27, разработанный на его основе самолеты, будут использоваться до 2040-х годов. Илья Максимов. Право на данный материал принадлежат российская газета. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.